Дорогие друзья, всех вас приветствую в это утро, братья и сестры. Благодарность Богу за это общение. Хочу особенно сегодня поздравить наших отцов, наших дедушек, братьев, те, которые будут отцами. В этой стране такой прекрасный есть традиция праздника, праздник, когда празднуют День Мамы, День Папы. Это действительно привилегия. Я буду говорить слово, и сердце мое трепещет, потому что я сам отец, у меня четверо детей. И я понимаю, что это огромная ответственность провести воспитание и быть задействованным в жизни своих детей так, чтобы привести их к Богу. Я думаю, цель любого отца и стремление, и желание, если этот человек христианин, чтобы дети мои знали Бога. Чтобы душа была их спасена. Знаете, мне кажется, пройдет еще немного времени, и в этой стране, может быть, не будут праздновать этот праздник. Потому что сейчас часто бывает, когда заполняешь аппликейшн или где-то говоришь, папа, мама, вводится термин родитель номер один, родитель номер два. Скоро еще что-то придумают. Папа и мама, я молюсь о том, чтобы слово это было к сестрам тоже, к мамам, потому что я искренне верю в то, что папа и мамы, это одно. Мы не можем это разделить. Не было бы сейчас у вас отца, вы бы здесь не были, не было бы мамы, нету. И задействованность наша в семьях наших детей, это одно. Друзья, на страницах Священного Писания мы встречаем разные примеры отцов. И когда-то с позитивной стороны, а когда-то с негативной. И судьба не по-разному всем распределилась. Может быть, у вас нет отца, или отец оставил семью, или не задействован в жизни. Но, знаете, смотришь на Священное Писание, мы видим, был священник Илья и проблему его с сыновьями. И мы видим, как бы, экземпл не сильно хорошего папы. Мне лично нравится Иов. Почему мне нравится Иов? Потому что у него была огромная семья, 10 детей. И что запоминается сильно, там написано, что когда они собирались на какой-то праздник или на общение, дети, семья, пусть это будет юбилей, пусть это будет день рождения, то после этого он приносил жертву за каждого из своих детей. А вдруг кто-то там согрешил. Хороший пример. Место, которое мы сегодня прочитаем для размышления, записанное во второй книге царств. Это 18 глава, конец 18 главы, 32-33 стих. «И сказал царь Хусию, благополучен ли отроковесолом?» «И сказал Хусии, да не будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышлями против тебя то же, что постигло отрока». «И смутился царь и пошел в горницу над воротами и плакал. И когда шел, говорил так, сын мой Авесолом, сын мой Авесолом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя Авесолом? Сын мой, сын мой!» И сказали Иоаву, вот царь плачет и рыдает об Овесоломе. И обратилась победа того дня в плач для всего народа. Ибо народ услышал, что в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкой, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. Такая прекрасная история. Знаете, если сейчас раздать, братья и сестры, вам листик и карандаш и попросить, чтобы вы ответили на вопрос и написали, какие мужи из Библии, вот, кому, может быть, мы хотели бы подражать или кто, о ком мы хорошо знаем. И я уверен, что на этой странице были бы мужья, как Авраам, как Ной. Я надеюсь, что наверху этого листа был бы Иисус Христос. Но один из этих мужей был бы Давид. Ты никуда не можешь убежать, потому что Давид – это личность, которая во всем Писании. Это помазанник с детства на служение Богу. Это тот, который царил и царил правильно. Это тот, кто вернул ковчег назад в израильский народ. Это тот, кто сражался с филистимлянами и принес им огромные победы. Люди восклицали Давида. Если вы сейчас знаете флаг Израиля, звезда, она до сих пор называется звезда царя Давида. Город Иерусалим до сих пор называется город Давида. Давид писал псалмы и слова его такие, что «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться» – это его слова. «Живущий под кромом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится» – это слова Давида. «Благослови душа моя, Господа» – это слова Давида. Но нельзя смотреть только на высшие стороны этого человека и не видеть его нижние стороны. Для меня эта история говорит о Давиде как не совсем хорошем отце. Если вы вернетесь сегодня домой или на этой неделе и будете читать эту историю, это вторая книга Царств с 13 по 18 главе, то вы там будете читать об истории, которая звучит немного так. У Давида было разные жены, у него были наложницы. И от разных жен были разные дети. И получилось так, что от одной жены у нее был сын, которого имя было Амнон, а от другой жены был сын, которого имя было Ависалом. «И у Ависалома была сестра, которую звали Фомарь». Друзья, чтобы немножко понять, мы часто говорим, что это то время, это та культура, у них так было, сейчас это немного не так. А немного времени тому назад я предупредил своего человека, с которым я работал, я говорю, у меня две недели не будет на работе, потому что мы ожидаем ребенка. Тогда жена была в положении с нашим сыном Даником. Ему было намного старше, чем я. Он говорит, я знаю, о чем ты говоришь, у меня недавно родился брат. Я говорю, Ибрагим, как у тебя родился брат, когда тебе почти 50 лет? Он говорит, у меня папа живет в Сомалии, у него четыре жены, и от одной из них родился вот недавно сыночек, у меня будет брат. И когда мы с ним немножко говорили об этом, он говорит, у нас очень натянутые отношения в семье. Мы не могли поделить нашего отца, вплоть до того, что мы немного недолюбливаем, в какой-то степени даже есть ненависть, потому что отец один, а мы разные, а мы step brother, step sister. А Весолом и Фомарь, они были брат и сестра, которую любил, как сестру свою родную, А Весолом. И получилось так, что брат Амнон полюбил ее тоже любовью земною. Он восхотел ее, и обманом совершил насилие над ней, обесчестил ее. И когда узнал об этом Весолом, он сказал, я убью своего брата. И прошло немного времени, так и получилось. Он убил своего брата. Отроки Весолома убили брата. То, что обещал, так произошло. И в конце 18 главы мы видим Давида, плачущего и скорбящего. И я думаю, в тот момент царь понимал многое то, что сейчас мужья и братья и отцы часто понимают сильно поздно. Что мои высокие звания или того, чего я достиг в этой жизни, потеряв своих сыновей, они ничего не стоят. Он любил своих сыновей. Написано, когда убили Амнона, он горько плакал. Это то, что изгнало Весолома. Он был изгнан из стана. Он скитался долгие годы. Они не имели контакта с отцом. Потом, когда он вернулся, у него образовалась семья. И что вы думаете, он свою дочь назвал именем своей сестры. Он назвал ее Фомарь. У него были отношения с сестренкой. Он назвал дочь свою Фомарь. Но не было контакта вот этого. И Давид плакал обо Весоломе. Даже после того, когда они не разговаривали, Давид горько плакал, потому что любил своих сыновей. Друзья, сегодня хотелось бы посмотреть на четыре стороны. Те, которые мне из этого священного писания я увидел, где можно поставить какой-то поинт. И посмотреть, из-за чего так получилось в жизни Давида. Из-за чего получилось вот это вот переживание, проблема, в связи с которой поднялась гражданская война и погибло 20 тысяч человек. Первое, то, что я нахожу, это то, что Давид не нашел время наставить своих детей, не проявил вмешательства и не проявил наставления, когда случилась эта ситуация. Он не разговаривал с Фомарию. Он, написано, разозлился, если вы будете читать это место. Он был злой, что случилось так с моей дочерью. Но не случилось это сразу. Были к этому какие-то случаи. Он, может быть, догадывался. Наши поколения, друзья, которые воспитываем, сейчас мы притихли, потому что мой возраст, и, может, кто младше меня, отцы, дорогие, сегодня папой быть нелегко. Нужно вмешательство отца в семье. Ты не можешь быть пассивным и равнодушным к тому, что бурлит в твоей семье. Ты не можешь давать проблеме и повторяться в раз и в раз. Отцы, мы должны, и родители, и мамочки, так же самое слово к вам. Мы должны проявлять воспитание сегодня. Наши дети, они не самые хорошие дети. Мы часто, когда случается что-то с нашими людьми, мы говорим, не может это такого с моим ребенком. Это мой ребенок, у меня такое не может быть. И мы хотим винить пастыря, мы хотим винить молодежного руководителя. Мы хотим винить учителя в школе, учителя воскресного, но не себя. Наше постоянное вмешательство в жизнь наших детей, чтобы я знал. Я не хочу об этом знать. Меньше знаешь, легче спиться. Твоим детям 12, 13, 14, с ними надо общаться, надо говорить. Если дочь не будет рассказывать о своих переживаниях отцу, и у нее не будет контакта с отцом, она в юном возрасте найдет себе мужскую личность, с которой она будет это говорить. Постоянное вмешательство отца, знать и быть там, воспитание. Друзья, наши дети, они не самые хорошие. Я говорю это как отец. Может быть не такой в возрасте отец, но мне Бог подарил четверо детей. Они все разного возраста. Знаете, на один baby shower подарили мамочке такую, я не знаю, как это называется, детская одежка, кофточка, у них столько названий. Написано 90% ангел и 10% что-то еще. Это правда. В каждом ребенке есть что-то еще. И почему правда? Потому что во мне и в вас есть что-то еще. Детям нужно воспитание с малого возраста. Первое, что не проявил Давид в этой ситуации, не проявил наставничество. Написано, тренируйте ваших детей. Наставь юношу в начале пути и не приткнется даже когда состарится. Братья и сестры, об этом знает дьявол. Он тоже хочет наставить юношу и девицу в начале пути, чтобы потом мы молились, молились, Господи, спаси. Приходит такое время, когда ты не можешь уже повлиять. Есть время, когда мы можем воспитать ребенка, мы можем проявить дисциплинс, мы можем его наказать, где-то дать ремешка, но переходит время, когда ты говоришь словами, а потом ты только на коленках молишься за этого ребенка. Дьявол об этом знает. И мы должны помнить об этом. Второй поинт, который хотелось бы отметить в этой ситуации, что Давид не пришел, он не был, как бы не присутствовал там, где ему надо было присутствовать. Знаете, когда случилось вот это все, и когда Весолом поклялся убить своего брата, прошло некоторое время, у него у Весолома был праздник. Они когда стригли овец и делали как бы пари, собирали всех, и он пригласил всех своих братьев, stepbrothers, всех собрал и говорит, папа, будь там. Папа, я тебя приглашаю, будь там. Может быть, если Давид отнекался, он сказал, я не могу быть там. Сын, вы там, мы не хотим вас напрягать, если говорить нашим языком, у вас и так много забот там, решите все сами. Может быть, если бы Давид был бы там, может быть, они договорились бы. Может быть, они решили бы, может быть, Давид смог бы поговорить со Мноном. Может быть, он смог бы поговорить со Весоломом, сказать, сын, прости его. Случилось, проявить вот это наставление ко Мнону, к Фомари. Его не было. Братья, сегодня это утро, хочу сказать вам, что-то особое случается, когда отец вмешивается в воспитание детей, когда отец приходит. Не просто привозит, сбрасывает на парковке, когда сам участвует в жизни детей. Я вспоминаю случай, когда во втором классе мы с другом наделали самодельных дротиков. Это была авторучка, которую мы зажигали зажигалкой, вставляли иголку, с задней стороны вставляли кусочек пера. Мне было 9 лет. И мы кидали в спортзале. И когда кидали, открылась дверь, вышла зауч. И этот воткнулся в плинтус на полу. Она сказала, вы мне чуть глаз не выбили. И вызвала родителей в школу. Но когда приехал отец, все поменялось, разговор меняется. Братья, когда не только мама ходит в школу, когда не только мама смотрит на репорт кардс, когда не только мама посещает отец вмешанный. Отец вмешанный. И когда я объяснил, папа так совсем не было. Это было на полу, он в плинтус воткнулся. Отец сказал его слово, выслушали. Не так, как бы сказал это я, или как сказала, может быть, это мама. Авторитет отца. Быть задействован в жизни, когда ребенок ваш играет на инструменте или учится, и делает какой-то концерт небольшой. Он воспрянет ребенок, когда видит, что папа и мама пришли послушать, что я играю. Быть задействованными, быть там, где мои дети, прийти на какую-то тренировку, приехать с работы на день раньше, чтобы попасть на день рождения. Папа, когда Иисус Христос вышел на служение, и когда Иоанн Креститель крестил Его, там отец был. «God's Father was present», потому что открылось небо, Он сказал, «Сей есть Сын мой возлюбленный, я здесь, в котором мое благоволение, это прозлучало вслух, это не было шепотом». Что чувствовал тогда Христос о себе? Это приятно, когда Отец тут. Третий поинт, который хотел бы отметить, что мешает сегодня в воспитании наших детей, братья, отцы, молодые и кто постарше, это наша гордость отцовская. Когда случился конфликт между Давидом и Весоломом, когда Весолом убил Амнона, прошли года. Сначала два года, потом пять лет, и они не общались, не было разговора. Я вспоминаю, как с этой кафедры когда-то Вилли Дик говорил, насколько у него натянутые отношения были с отцом, и он столько лет не говорил своим папой. Что может сегодня помешать нам, братьям и отцам, и нашим детям общаться вместе? Что может помешать наладить контакт? Это наша гордость. Я отец, как ты посмел? Я не пойду первый на примирение. Пусть он нас осознает сам. И пусть он вернется. Знаете, для меня такой огромный пример был, когда я видел одного брата, но он немножко младше меня, но когда он возрастал, и он не ходил путями отца своего, его часто не было, и одна проблема после другой, он вмешивался, но отец проявливал к нему любовь, постоянное прощение. Он всегда был рядом. И я почему-то думал, что если бы мой сын так делал, может быть, я бы его домой не принял. А он его принимал домой. И когда у этого сына наладились отношения, и родился сын, он назвал сына именем отца. Когда ушел блудный сын, то отец его ждал. С распахнутыми руками он ждал, пока сын вернется, и он его простил. Ты, может быть, сегодня не гордишься своим отцом, своим сыном или своей дочерью, что она школу не закончила. Может, не горжусь, что ты не проявил вот это напорчивость, настойство, не получил образование какое-то. Мы не гордимся, когда папе и маме звонят с кортхауса, говорят, твоего сына забрать надо. Его вчера арестовали, но это мой сын. Он остался твоим сыном. Мы не гордимся, когда молодой человек, вроде бы вот и брат, и сестра, да ты не с тем дружишь, за кого ты вышла замуж, за кого ты женился. Он остается твоим сыном. Друзья, гордость нам закрывает рот отцам и не дает произносить четыре важных вещи. Первое – это простить нашего ребенка. То, что сделал отец с блудным сыном. Простить. Может быть, дочь или сын молодые, может быть, они еще не осознали, разум их еще не возрос. Они не те во Христе, кто мы во Христе. Прости. Не жди, пока пройдут года. Пока два, три года, четыре года пройдет, но я оставлю свое, я отец. Пускай он первый придет. Второе, что мешает нам гордость, как отцам, как мужчинам, это самому попросить прощения. Попросить сказать, сын, прости меня. Дочь, прости меня. Знаете, когда у тебя гурьба растет вместе, и кто-то что-то нашалил, и ты начинаешь их воспитывать, и опа, не тому прилетело. Не тому. А ты думал на сто процентов, что это он сделал, а сделал не он, а наказал другого. И отцовская говорит в тебе, ну ничего страшного, ты все равно заслужил это. Ты же заслужил, потому что ты вчера и завтра, ты будешь так делать. У вас нету такого? Не было, когда вы вырастили ваши дети? А у меня было. Ты говоришь, сына, прости, тебе 6 лет, но прости меня. Я тебя неправильно наказал. Я не должен был тебя наказать. Это мешает наше мужское. Я отец, я муж. Я наказал, я наказал. Друзья, третье, сказать, что мы их любим. Мамочки, вам это легко достается. Вы часто говорите вашим детям, что вы их любите. Не все папы сегодня говорят нашим детям, своим детям, сын, я тебя люблю. Доча, я тебя люблю. А веселом папу папой не называют, царь. Это горе, когда отец, сын не называют отца, папа. А мне нравится папочка, папуля. Когда дочка не может маму, мама назвать, мамочка. Царь Давид не называет сына своего сын, пока миссион не плачет о нем. Сын мой, веселом. Сын мой, сын мой. Если вы будете читать эти главы, там веселом, веселом, веселом. Царь, царь. Сын, я тебя люблю. Последнее, на что хотелось обратить внимание, это то, что Давид во всей своей любви, мы знаем, что он любил Бога. Кто-никто, но Давид любил Бога. Он писал песни, он писал псалмы, он общался с Богом, он каялся, он плакал, он посыпал голову пеплом, одевал в ретище. Но он не передал вот эту любовь и вот этот огонь страсть по Богу своим детям. Дорогие друзья, родители, сегодня утром хотел бы сказать вам, что если мы научили нашего ребенка дочь печь пирожки и правильно замешивать тесто, и вот оно солененькое и воздушное, или наоборот не такое мамочки, научили вязать там, вот она вяжет, уже все обвязала, научили стирать и готовить, но я не передала любовь по Богу, это горе. Папы, если я сегодня научил своего сына рыбачить, охотиться, мне нравилась техника, я рос вокруг машин, и ребята мои возрастают, они видят, что папе до сих пор... Если я только научил его, что делать с машиной, и я не передал своему сыну любовь к Богу, любовь к Слову, я не показал пример молитвенного отца, я прошу о Бога всегда прощения, Господи, Ты дал нам короткую жизнь, и в этой короткой жизни дал деток, где есть промежуток моего воспитания и моей жены, помоги не провалить этот экзамен, потому что ты потом назад вернуться не можешь. Я хочу научить моих детей не только их привозить во вторник на воскресную школу, а самому остаться на разбор слова. Я хочу быть примером, научить любви к Богу, чтобы они любили Бога. Не только вот этим вещам, которые мы как отцы хотим, вот чтобы он пошел и научился, если я хороший электрик, мой сын будет хороший электрик, если я хороший механик, значит мой сын будет хороший механик. Любовь к Богу подражание к Богу, служение. Вот и в заключении, папы, еще раз, простите, может здесь есть слово такое, может не совсем торжественное, это огромная ответственность на нас сегодня, в наше время. Тогда, когда вы были здесь, Костя Андреевский сказал, что Америка, она не просто идет вниз, она валится вниз. Они учат деток в школе, всему подряд, и мы как отцы, мы должны вмешаться, Господи, стоять в проломе, спаси моих детей, возроди их ко спасению, папы, мамы, учите своих детей молиться так. Господи, даруй мне спасение, покаяние и возрождение. Я когда слышу этот своего ребенка, у меня что-то внутри сколыхается, потому что ребенку 6 лет, он молится, Господи, дай мне спасение, покаяние, возрождение, оно им нужно, потому что они не без греха. Будем стоять в проломе. Папа и мама, будьте благословены в это время, находите время, быть задействованными в жизни ваших детей, потому что у нас шанс этот один быть родителями. Будьте благословены, помолимся. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok